Мы очень часто ловили молнии, чтобы показать вам. А теперь молния поймала нас. Пока мы были на съемках и готовили новый ролик про огнемет, в нашем районе была гроза и молния зашла к нам в гости. Конечно, мы не думали, что как-то пострадаем от этой молнии. Но когда мы зашли домой, мы были в шоке. Представляете, у нас дома и в округе сгорело много оборудования. Погорели все антенны. Мы только недавно поставили новый хороший роутер. На соседской улице даже сгорел трансформатор. Мы целые сутки сидели без нормального интернета. Конечно, самая главная наша потеря, это то, что сгорел наш ноутбук, на котором мы монтировали ролики. Обычно при таких перепадах может сгореть все что угодно. Блок питания, материнская плата. Хорошо, что хоть дом не сгорел. Поэтому мы решили собрать новый, мощный и очень производительный компьютер. И мы хотим показать вам компьютер, на котором Криосан смонтировал новый ролик про огнемет. Начнем, пожалуй, с материнской платы. Возьмем Asus ROG Crosshair 6 Hero. Это красивая, мощная, функциональная материнская плата. Тут есть все современные разъемы для подключения железа. Такие как USB 3.1, M.2 и прочие. Кроме того, эта материнская плата совместима с новыми процессорами AMD Ryzen. Кстати, о процессоре. Сюда мы ставим как раз новенький крутой процессор AMD Ryzen 7700X. У этого камушка широкий охват задач. Так что он со своей многопоточностью может легко справиться с тяжелыми программами для видеомонтажа, автокада и 3D моделирования. Это хороший процессор, которого хватит на несколько лет. Этот камень надо как-то охлаждать. Наш старый кулер не подойдет. Так что возьмем кулер Master. Master Liquid 120. Он состоит из одного радиатора 120 мм. В системе водяного охлаждения стоит вентилятор MasterFan Air Balance, который поддерживает работу всей системы. Ну что, видеокарту тоже возьмем мощную? Это ROG Strix, разогнанная версия GeForce. GTX 1080 Ti с 11 гигабайтами видеопамяти. TDDR 5X и оригинальной подсветкой Asus Aura. Вот это мощь. Как раз для нашей материнки. Тут максимально быстрый графический процессор. Для работы с VR устройствами есть два порта HDMI. Память у нас будет Kingston и VR. Это недорогие универсальные плашки, которые подойдут практически для любых платформ. Да еще и продаются почти везде. Если хочется увеличить объем памяти, а сильно париться не хочется, то KVR отличный вариант. Компу нужен еще SSD накопитель. Решили выбрать тоже Kingston. Читали про их новинку модель SSD A400. Это хорошее бюджетное решение для замены жесткого диска в домашних и рабочих ПК и ноутбуках. Ну что, вроде все заменили. А давай и корпус с блоком питания поменяем. Не оставлять же их старыми. Корпус возьмем Cooler Master Master Box 5. У него простой дизайн и универсальная модульная конструкция. Которая для любых комплектующих подойдет. Съемные панели в нем. Это очень удобно для сборки. Снял, поставил все что нужно и вернул обратно. Блок питания Cooler Master Master VAT Lite 600. Как и корпус, на вид очень простой. Какой тяжеленький. У Cooler Master много недорогих, но породистых моделей блоков питания. Всегда можно подобрать нужный. В комплекте есть все необходимое для подключения. А сами кабели длинные. Так что до любого места в корпусе дотянутся. Это удобно. В блоке стоит тихий и надежный кулер. 120 мм вентилятор Cooler Master с гидродинамическим подшипником. Так что работает он плавно и практически без трения. Это позволяет блоку питания быть тихим, практически бесшумным. Но при этом питать весь компьютер. Под этот компьютер даже неудобно как-то использовать старый монитор. Поэтому возьмем новенький. AOC A-GON AG241QX. Это высокоскоростной 24 дюймовый дисплей. Частота 144 Гц. И время реакции 1 мс обеспечивает серьезные преимущества во время игры с разрешением 2560 на 1440. Такое сочетание гарантирует четкое изображение. Свободная настройка высоты, наклона, вращения. Делает этот игровой монитор идеально. На задней панели есть держатель для наушников и гарнитуры. Монитор оборудован портами. DisplayPort 1.2 и HDMI. А также тут есть разъем D-Sub. Первое включение. О, супер, класс. Вот класс. У нас получилось собрать мощный игровой компьютер, на котором мы сможем не только монтировать новые видео, но и в свободное время, которого у нас бывает, конечно же, не очень много, играть в крутые игрушки. Ссылки на все комплектующие есть в описании, если вы захотите собрать такой же комп, как у нас. Поэтому новое видео про огнемет выйдет совсем скоро. Неплохо.